Приветствую вас, друзья, на канале Carsers и мы, собственно, продолжаем постройку проекта из колхоза в топчик. В предыдущей серии мы занимали задницы, расширяли задние крылья, также переваривали пороги, делали вот такие кастомные, очень большие и смело, можно сказать, задница удалась на славу. И теперь, собственно, подошла очередь морды. Расширять передние крылья и бампер. Но эта серия не ограничивается только этим, не думайте. Ближе к концу серии я хотел бы всё-таки с вами поделиться кое-какими мыслями. Касательно дальнейшей судьбы проекта, а точнее мотора, уже не так всё однозначно, как было до этого. Ну, смотрите, ближе к концу я уже более подробно всё расскажу. А сейчас всё-таки в приоритете морда. Сделать морду, крыло, бампер и перед собой вы можете наблюдать непосредственно этап макетирования, назовём его так, поиск нужной формы. Тут немножко подожмётся, здесь сюда, да и, в принципе, форма уже найдена, которая будет, самое главное. Вот этот угол крыла соответствует углу заднего крыла. И что упростило, очень упростило мою жизнь, вот эта кромка была взята просто абсолютно такой же, как и задница, и подошла сюда просто наилучшим образом. Вот помню просто, как вот сзади я её искал, раз пять переделывал, но прям намучился с ней. Ну, что говорить, целая серия была посвящена вот заднему крылу и порогу, а сейчас будет посвящена переднему крылу и бамперу. Но не только этому, не только этому. Выкройки, можно сказать, готовы. Переносим это всё на жёсткий картон, потом на металл свариваем, накладываем олово, выводим, и получается у нас такая же сказка, как и сзади. И потом занимаемся бампером. В общем, всё легко и просто на словах. Как на деле получится? Да я думаю, уже легче получится. Вот это там был первый опыт, сложный опыт. С передом уже, я думаю, пойдёт всё по накатанной. Кстати, эти крылья, к сожалению, не останутся. Это родные крылья. Они, увы, немножко поднялись снизу. И для этих целей я купил вот новые крылья. Всего лишь 2000 рублей стоит крыло новое. Но, скажу честно, такие бы я бы не поставил, если бы не вот эта вся затея с расширением. Потому что, ну, всё-таки оригинальный есть оригинальный. Там всё-таки металл другой, оцинкованный как минимум. Я лучше бы поискал на разборке родные крылья. Да, они были бы значительно дороже, но это всё-таки был бы оригинал. Но вы сами понимаете, что от этого крыла останется. Ну, совсем ничего. Вот здесь немножко. И вот, к сожалению, вот эта самая задница, это вот этот низ крыла подгнел у нас. Так бы я бы это крыло не менял бы. Так вот, к сожалению, вот этот лучший гигант. Ну, я бы ничего не заинтересован. Вот это было. И вот здесь вот, чтобы в том числе мы были. Вот здесь вот, я убежал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скажу, что уже проще, легче и быстрее все это делается. И шпаклевки будет значительно меньше. Хотя, в принципе, и на заднее крыло, и на порог ушло где-то килограмм. Но это не значит, что килограмм лежит прямо вот здесь. Здесь половина, как минимум половина, это просто сточилось в пыль. Ну, сами понимаете, да? Здесь будет меньше. Что не может не радовать, кстати. Хотелось бы ответить на такое, наверное, самое часто задаваемое вопрос под предыдущим видео. Да и, в принципе, некоторых моих знакомых. А почему ты, собственно, не сделал расширение стекловолокна? Это же быстрее и проще. Ну, скажу так, если делать это все грамотно, это ни хрена не быстрее и проще. А грамотно это выглядит как? Сначала надо сделать черновой вариант крыла. То есть, из стекловолокна вышпаклевать все в идеал, чтобы вот крыло было, ну, идеально. После этого можно снимать матрицу. А в данном случае, глядя на мое крыло, я предполагаю, что она будет двухсоставная. И вот уже имея матрицу, можно уже заливать крыло. И то после этого его надо еще будет подшпаклевывать по-любому и готовить покраску. Поэтому, на самом деле, это более трудоемкий процесс, нежели вот с помощью металла задать такую форму. Ну, на мой взгляд, она не сильно сложная форма. И сверху выровнять все это шпаклевкой. Ну, в моем случае, оловом и сверху шпаклевкой. А вот накидать в переход к металлу стекловолокно и сверху 10 кг шпаклевки, чтобы все это выровнять. Ну, это, на мой взгляд, совсем колхоз. Поэтому расширение грамотное, которое, я надеюсь, у меня получится грамотное и красивое. С помощью металла это true. А все остальное, ну, не true. Ну, конечно, если мы не говорим про расширение а-ля Rocket Bunny и такие дикие сложные формы, которые, ну, просто не сделайте, сами понимаете, из металла. Вот как-то так. Ну, это что касательно, собственно, крыльев. Ну, а вот бампера, ну, там, конечно, расширение придется делать с помощью стекловолокна и переход к пластику. Ну, просто других вариантов там, собственно, и нет. И этот момент мы с вами, я думаю, уяснили. И теперь дальше можно продолжать, значит, работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крыло приняло свое место. Можно сказать, все шпаклевочные работы закончены. Ну, как сказать, не прям чистовая работа. На него не положишь сейчас лак и базу. Еще надо кое-где подшкурить, кое-какие моменты меня смущает. Но, тем не менее, самая основная черновая работа готова. И что самое главное, самое-самое главное, они визуально похожи. Переднее и заднее крыло. Вот, посмотрите, прям вот. Вообще круто, круто. Я, вот, и я доволен. Мне нравится, прям нравится, нравится. Ну, а насчет второго крыла я все-таки решил оставить родное крыло, потому что, ну, что-то как-то мне не особо все-таки вкатило вот это неоригинальное крыло. Оно какое-то жидкое. Да, несмотря на то, что она там немножко ржавая снизу, я лучше это переварю. Но зато она внушает доверие. Оригинал все-таки есть оригинал. И еще вот такой момент, то, что я вот тер все на капоте. Вот он весь расцарапанный. Ему место, на самом деле, в утиле. Потому что в свое время гольфец так не сильно, но ударил в морду. На нем уже лежит шпаклевка. К тому же я еще так и подумал, но раз еще морда бита, надо сварить заодно и бэтбой, и наварил еще бэтбой. Сказать, что прям бэтбой это колхоз, да я бы не скажу, но на самом деле мне до сих пор нравится. И многие во всем мире до сих пор варят бэтбой. К гольфу очень идет это даже. Но я решил собрать вот морду такую вот а-ля оригинал R32. Капот постараюсь найти оригинально с разборки. И, кстати, самое главное для морды R32 это что? Это правильно, это бампер R32, который вот уже висит. И вот несмотря на то, что я вот только что ругался на крыло, какая же все-таки вот реплика гадость. Бампер я купил тоже реплику. Но тут как бы момент такой безысходности. Других вариантов и не было. Потому что оригинальный бампер R32 стоит просто каких-то космических денег. Мало того, что их хрен еще найдешь. За них, можно сказать, дерутся. И на самом деле у нас в России, кто ездит на оригинальных бамперах, их просто можно по пальцам пересчитать. Поэтому, ну, реплика. К тому же, ну, представьте, оригинальный бампер купить. И его надо еще вдоль и поперек порезать. Ну, мне этого просто не простят. Ну, да жалко. Давать просто конские какие-то деньги за бампер, который надо еще весь перерезать. Хрена. Ну, по качеству, что сказать. Ну, реплика есть реплика. Есть кое-какие нюансы. Но, в целом, в принципе, своих денег стоит он железно. А может быть, даже и больше, чем своих денег. У него есть, в принципе, тут крепление. То есть, становится он, должен становиться болтон. Правда, вот, относительно меня мы не узнаем уже, становится он болтон или нет. Потому что, сами видите, да. Но, что мне больше всего понравилось, вот, реально понравилось, это то, что с бампером шли вот такие сеточки. То есть, никакие там нежелезные с авторынка, вот, нормальные сетки, которые становятся без зазоров, все четко, я примерял. То есть, и вид у него, ну, максимально приближенный к оригиналу. И это очень круто. И такой небольшой момент рекламы. Вот, все равно же будете спрашивать, где я покупал этот бампер. Потому что, сейчас онлайн-магазинов, ну, их очень много. И из этого просто огромного ассортимента, ведь очень важно знать, какой хороший. Ну, и вот, собственно, те самые ребята. Онлайн-магазин, ну, просто нереально большой. Нужны колы, Гольфа 2, есть. Или бампер на Е60, так еще и со скидкой. Ассортимент просто какой-то нереальный. На, наверное, на все машины, которые существуют. Но, я так понял, ребята очень давно этим занимаются. Магазин немаленький. Очень много всего есть в наличии. Так что, я думаю, с выбором онлайн-магазина, ну, все понятно. Так, помимо этого, они еще активно ведут Инстаграм. И на Ютьюбе рассказывают про различные ништяки. Вот, насчет подвесок, пружины и тому подобное. В общем, все ссылки будут на них в описании. Переходите и чекайте. А мы дальше продолжаем, вот, Гольфом. Ну, а дальше у нас в дело пойдет бампер, который придется, вот, перерезать вдоль и поперек. На самом деле, до того, как он ко мне пришел, я думал, ну, всего лишь-то расширить уши. Ну, делов-то, ну, на пару дней. Но, примерив его, оказывается, у меня тут в нижнем положении лезет 4 пальца. Но это вообще не есть хорошо. И потом, позже, на Drive 2 в дискуссии выяснилось, что, оказывается, реплики, вот, моя реплика, меньше оригинала, где-то сантиметра на 3-4. Вот, и по этой причине мне придется, собственно, его разрезать вот так поперек и его расширять. Делать его ниже. Ну, потому что, ну, это вообще не годится. Ну, опять же, сделаем так же, где-то сантиметра 2, чтобы потом можно было подкинуть сплиттер. Вот, в общем, такие планы дальнейшие. И к ним мы сейчас приступим. В общем, бампер у нас расшит. Он стал ниже на 3 сантиметра. Но кадры, которые вот были, под музыку, возможно, там я врезал полосу 4 сантиметра. Но потом, когда все сделал, поставил его, такой смотрел-смотрел на него. Нет, что-то все-таки не нравится. Какое-то вот такое ощущение, как будто такой большой подбородок, немножко несуразно. Вот это расстояние слишком большое относительно вот этих отверстий. И я психанул, опять его разрезал, вырезал сантиметр оттуда и спаял. И сейчас вот мне нравится на самом деле. А это самое главное, чтобы мне нравилось. Правильно? Конечно же, мне на этой машине ездить. Хотя вам смотреть на нее. Кстати, такой момент немаловажный. Почему-то везде указано, что жомовский бампер из АБС-пластика. По факту он из ПП-пластика. В чем, собственно, разница АБС-пластика и с ПП-пластика? ПП-пластик, он намного дешевле в производстве. Сейчас, наверное, все автопроизводство перешло на ПП-пластик. И процентов 90 вообще пластика в машине, бамперов и всего сделано из ПП-пластика. То есть ПП-пластик, по сути, АБС-пластик, ну, практически вытеснил, да? Но тут есть, сука, основной минус. И это отсутствие адгезии к ПП-пластику. АБС-пластик, к примеру, если используем праймер для пластика, он разъедает верхний слой. Вот, въедается в него. И сами понимаете, какая адгезия, да? К ПП-пластику нет, по сути, растворителей. Нельзя растворить верхний слой, чтобы вот грунт вот из него въелся. Можно только обеспечить хорошую адгезию за счет того, что хорошенько все это зачистить, обезжирить, положить праймер для пластика, который хотя бы чуть-чуть обеспечит вот эту самую адгезию. Если, в принципе, вы собираетесь просто покрасить бампер и поставить его на место, не производя никаких дополнительных работ с ним, ну, по сути, как большинство, 90% машин ездят с такими бамперами и горе не знают. Как бы, да. Но если вы приходите к тому, что надо заниматься вот такой херней, когда надо шпаклевать, накладывать стекловакно, пыль и эфирку, то тут-то возникают основные проблемы. Основная проблема то, что пластик мягкий, эластичный, а шпаклевочка совсем наоборот. Вот. И плюсом еще отсутствие адгезии. И возникают такие подрывы, трещинки и тому подобное. Но это если использовать полиэфирную смолу. И у эпоксидных смол немножко с этим дела обстоят как бы получше. У них лучше адгезия к пластику, лучше клеевой слой. Но почему, казалось бы, да, но использую эпоксидную смолу. Да, но нет. Эпоксидная смола, ну, есть несколько причин, почему не хочу использовать эпоксидную смолу. Но можно, кстати. Можно, но не хочу. Она дороже. И самый основной минус это то, что, по сути, ее отсутствие в городе. Даже несмотря на то, что у нас маленький город, да и вы в другом городе ее хрен найдете в такой большой таре, чтобы пошли и купили вот 3 литра эпоксидной смолы. Ее надо в основном всегда заказывать. Сейчас даже зайдете в какой-нибудь автомобильный магазин, где продаются всякие краски и тому подобное, вы на прилавках увидите полиэфирную смолу. Эпоксидную смолу вы практически не увидите. С чем это связано, я хрен его знает. Ну, наверное, все-таки из-за того, что эпоксидная смола сохнет дольше, ее обрабатывать сложнее, она дороже. Ну, сами понимаете, ей практически уже сейчас не пользуются. Но проблем-то остается, то, что адгезия к пластику отвратительная. И тут мы, собственно, подошли к эксперименту. Я решил, а почему не использовать первый слой, скажем так, в качестве грунтовочного? Эпоксидный какой-нибудь клей со стековолокном положить сначала его, и потом уже расширяться полиэфирной смолой. Вот. И для этих целей я купил пару эпоксидных клеев. Вот, кстати, в таких маленьких небольших тарах они свободно продаются во всяких строительных магазинах. В общем, купил два варианта. Эпоксидный клей, обычный, дешевый, 280 мг, стоит 170 рублей, примерно вот такая упаковочка. И дорогой вариант, момент, эпоксидный клей, какая-то формула, там, 5D, хрен его знает. В общем, 25 мг уже стоит 250 рублей. То есть, понимаете, по сути, его цена в 10 раз больше. Собственно, решил провести эксперимент. Вот у нас опытный образец, кусок от бампера. Здесь мы имеем приклеенное стековолокно на полиэфирку. Вот он, вот этот нижний кусочек. Потом на момент и на обычную эпоксидку. В общем, и сейчас мы, собственно, узнаем, вообще есть смысл от моей затеи или нет. Итак, сначала начнем с первого образца. Это у нас обычная полиэфирка. Даже вот поддевая, на самом деле, ее вот край, вот происходит, блин, не знаю, вот, посмотрите, вот такое отслоение вот его. Ну, не знаю, сейчас оторвем, посмотрим, как держится. Ну, и вот, собственно, что и требовалось доказать. Вот она полностью, вот этот слой проклеенный оторвался. То есть, на ПП-пластике даже ничего не осталось. Ну, как бы держалось относительно неплохо, но мне кажется, со временем происходил бы потихоньку-потихоньку подрыв, и ни к чему хорошему это не привело. Дальше у нас обычная эпоксидка. Эпоксидка. Вот это давайте оторвем. Ну, тут совсем другое дело, как бы крепче держалось. Не прям намного крепче, но есть разница, есть. Как бы и тут хотя бы даже вот эти края вот остались. То есть, по сути, неплохо, неплохо. То есть, уже как минимум я понял то, что всё-таки первый слой 100% надо использовать эпоксидку. А потом уже полиэфирка сверху. И момент суперформула. А тут, кстати, Топсай дела получше даже, чем обычно эпоксидки. Тут даже только половина отслоилась. Вот, смотрите, половина отслоилась. А клей-то вот половина осталась на самом пластике. Ну, да, он прям держится, держится намного лучше. Короче, момент, да, себя поинтереснее показал. Ну, я, собственно, что думаю. Вот сюда мы первым слоем, тоненьким слоем положим всё-таки на момент степоволокно. Зайдём как можно дальше, чтобы потом на это ещё уложилась поплёлка, чтобы прям всё это вывести. Ну, и вот такой мы можем наблюдать результат. На самом деле, ну, на мой взгляд, просто супер получилось. Мне очень нравится. Вот эти состыковки крыла с бампером. Завод, прям завод. Но, правда говоря, я планировал сделать полностью морду, то есть левую и правую. И после этого вам только показывать результат. То есть мы даже вот перетащили машину, как бы из одного угла в другой, чтобы можно было приступать уже к этой стороне. Вот, видите, не готово у нас. Но я подумал, что серия очень сильно затягивается в плане по выходу. То есть предыдущая серия с гольфом выходила там 3 месяца, по-моему, я её делал. И эта серия ещё 2 месяца. А вы пишете, вы же пишете, хорошие мои, то, что, блин, ну, когда серия с гольфом, ждём, выкладывая, что есть. И, в общем, бла-бла-бла в этой, ну, в этом плане всё. Я такой думаю, блин, да, наверное, вы правы, лучше выложу вот на этом этапе такой полуфабрикат. Потому что, ну, эта сторона, ну, сами представляете, ну, это ещё месяц её расширять. Ну, в плане крыло и бампер. В общем, я думаю заснять про эту сторону тоже там, может быть, не такой подробный видос. В принципе, повторяться не хочется. Так, что-то где-то, если у вас какие-нибудь будут вопросы под этим видео, то вот их обозначу. Да, 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 точно. Я ещё говорил то, что хочу поделиться мыслями насчёт мотора. В общем, я решил забросить эту идею, то, что буду ставить 1.4 на дросселях. Всё-таки меня отговорили. Вообще, что сказать, я не сильно подвержен чужому мнению. В основном, как всё происходит, в одно ухо вылетает, в другое вылетает. Я такой, да, 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 а делаю всё по-своему. Но сейчас всё-таки, ну, прислушивался к людям, которые говорили то, что, ну, это не серьёзно, ставь ВР-6. Да, всё-таки быть под капотом ВР-6. 3, 2, 250 лошадок. Правда, жалко, передний привод, полного привода здесь не будет, потому что, во-первых, надо было этим всем заниматься раньше. Это переваривать жопу полностью. Ну, сейчас, ну, сами понимаете, переделка просто опять грандиозна будет. Всё с нуля, ну, как бы нахрен надо. И плюсом бюджет не позволяет это сделать. Здесь 50 лошадок, передний привод, 3, 2. Вот, что будет касательно движка. В общем, на этом серия заканчивается. Вместе с ней и мой пиздёж заканчивается. Следующая серия расширения. Будет больше монтажа, меньше пиздежа. Но если вам какие-нибудь моменты интересны, пишите в комментариях. В следующем видео вот эти моменты я обозначу. Вот, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчики типичные вот это в конце видосов всех. В общем, всех люблю, всех целую, всем пока.